25-я из серии. Закон Экберы и Рждшид. Находясь в покоях с мертвым Ахмедом, Кисем пишет подложное завещание, согласно которому престол переходит в руки самого старшего в роду османов. После чего она на совещании с членом Совета Дивана предлагает кандидатуру Шексаде Мустафы и показывает Зульфикару Паше тело Ахмеда. Дили Руба спасает Карадавуда Пашу от своего брата, которому почудилась дилиснимые палачи. Халиме узнает от Кисем о принятых решениях, а Софье узнает о Зульфикаре о смерти своего внука Султана. Осман находит утешение рядом с Меликсимой, а Мехмед выражает перед Кисем опасения насчет своей жизни. Мустафа узнает про смерть своего брата-повелителя. А Осман выступает против решения Кисем и постнее пытается сбежать из дворца. По приказу Халиме все дети Кисем мужского пола оказываются в заточении, а сама Кисем оказывается в ссылке в старом дворце, что радует Софье. Менекше становится визнедар, что однако многим не нравится. Халиме отклоняет просьбу Софье о перезахоронении темы Эскендеры и ставит на место своего больного сына Султана. 26 серия. Безумный падишах. Из-за мелики срывается покушение на жизнь Кисем. Из-за мелики срывается покушение на жизнь Кисем, однако погибает Гюльбазар Ага. Пока Мустафе становится плохо, Османа по причине неудавшегося побега на время заключает в темницу. Зульфикар вынужден раскрыть перед Софьей и Кимешах правду, что Эскендер жив. На глазах у Халиме воссоединяется Халиме. Жанет вынуждена оговорить Кисем, и она оказывается на время заключения. Заключение. Софье и ее сын воссоединяются, а Мехмед вслед за Османом узнает, что Кисем написал подложное султанское завещание. Халиме отсылает в старый дворец всех людей Кисем, за исключением Жанет Куфы. Химешах узнает от Зульфикара о безумии повелителя. Пока Кисем берет в заложники Дилюрбуз, с Мустафой случается очередной приступ болезни, во время которого он сбегает на городской рынок, свидетелем чему становится Зульфикар Паша. Софье принимает предложение Халиме в устроении не Кисем, а Эскендер встречается в таверне с Мехмедом Героем. Софье делает неудачную попытку задержать в старом дворце Кисем. Химешах спасает ее из плена своего мужа. Сама Кисем проникает в тавкопы с верными людьми и требует от Халиме объяснения. 27 серия. Молодой Осман. Кисем обнаруживает, что Карадавод Паша, ралли Дилюфик Дилюрубе, предотвратил казнь ее детей. Мустафуза запирают в кафесе. Халиме оказывается в темнице, а Дилюруба освобождается из заточения. В Ариме церемонии восхождения на престол на трон Осман Мехмед выражает сомнения насчет правильности этого решения. Дилюруб. Байан освещает Мустафу, состояние которого только ухудшилось. Софье отчитывает своего сына за попытку увидеть Кисем и встречается с Алоей Агмером Пашой. Аспан обнаруживает участников тайного совещания Совета Дивана и казнит лично великого визиря Гелезендей Али Пашу, а после запрещает Кисем видеться со своими сыновьями и уничтожает подложенное султанское завещание. Старшая дочь Кисем, Альши, получает от главного евнуха Сулеймана Аги, якобы написанную от имени своей матери записку, что Мехмеду нужно бежать в корпус Янычар, иначе султан казнил его. Хотя Шексадей скрывается в корпусе Кисем на глазах у османа, возвращает его во дворец. Шейху-Леслам Айсад Фенди отказывает султану в ветве на казнь Мехмеда и рассказывает про это Кисем. Осман выслушивает упреки со стороны Кисем и получает от казатафера в ветвину на казнь своего брата.